Друзья, всем привет! Всем доброе утро! Заехали в Бельгию, открыл страну, двигаемся в сторону Зибрюги, загружен я все теми же BMW, BMW i5, 5 штучек, которые я грузил в предыдущем ролике. Кто не смотрел, то обязательно посмотрите. Как по мне, получился прикольный даже выпуск. Такой на 20 минуток, ничего не растянуто, побыстренько мы чик-чик-чик закидались и поехали. Итак, давайте поговорим по поводу выходных, чем занимался на 45-ке. Все было простенько, в общем, подгадал, так сказать, подметил туда-сюда, примерно прикинул, что либо у меня был вариант поехать на винбо стоять на границе, либо же остаться в Дуйсбурге на автохофе. Ну и, конечно же, было принято поехать в Дуйсбург, потому что хотя бы выходные можно было погулять. Мне это удалось, мне это удалось. В субботу полностью отгуляли, встретил Мишу. Ну, точнее, как встретил? Смотрим по программе Би-Фи-Фи, знаете, где там за друзьями наблюдать, кто где ездит, особенно коллеги, с которыми любишь, так сказать, встречаться. Так вот, смотрю, Миша рядышком проезжает, говорит, не успеваю выгрузиться, салоны, точнее, закрыты. Это было в субботу утром. Я ему предложил, говорит, давай приезжай сюда на паркинг, на автоховчик. Автохов Тотал, тот, который внутри Дуйсбурга. Рядышком, кстати, есть магазинчики и есть возможность взять в аренду самокаты. На самокате уже покататься, например, скататься куда-нибудь там в сторону, в сторону центра. В центре много магазинов, можно еще погулять, в парк есть. Но погода нам, конечно, особо не дала погулять по улице. В общем, все провели время в торговике. В торгове, кстати, очень даже неплохой. Неплохой есть спортивные магазинчики, типа Zara, H&M, такие популярные, JD, JD Sport. В общем, ничего себе, правда, не купил. Ну, так, погулял, посмотрел. Не было хорошей расцветки 270-х эйров, которые, если я хочу, все никак не куплю. Ну, вычислить, типа, чтобы был черно-красный, белый, что-нибудь такого там, или белый-синий-красный, что-то такое интересненькое. Не просто черный, просто были кто-то черный на витрине, а был даже еще один магазинчик, где за 119 продавали вместо 150 евро, но только 42,5 размер. Мне нужен 44, 44, 44,5, где-то так. Ну, вот, в принципе, погуляли, деньги не потратили, но зато время находили 11 километров по часам, по моим, я уже определил, что около 11 километров мы находили. Ну, и погода, честно говоря, воскресенье подвела нас. Мы планировали воскресенье в зоопарк двинуть, но в зоопарк у нас не получилось. Не получилось из-за того, чтобы просто был поцеловей на дождь. Там перерывы по 20 минут были, и все, опять дождь. Короче, не вариант был, не вариант был. Как-то так, как-то так. Выходы, в общем, прошли в кабине, считаю, что... Ну, как, один выходной был в кабине, в принципе, что, побалдеть, полежать, смонтировать очередной новый ролик, да и все. Плюс заполнил все отчеты, в плане того, чтобы там записал чеки, которые всю неделю собирались. Так что было чем заняться, было чем заняться. Сейчас находимся в Бельгии, пока что не вижу никаких фермеров, забастовок. Очень даже не хотелось бы, конечно, попасть в какую-нибудь пробку из-за этого всего. Но все же, все же от этого никто не застрахован. Сильный встречный ветер, как видно, ветряки впереди крутятся. И прям слышно, как даже в форточку немножко так подзадувает. Хотя все закрыто плотно, но все же шумит немного, шумит. Надеюсь, меня хорошо срочно. В планах выгрузиться примерно останется еще где-то 130-140 километров дневного лимита. Почему у нее есть лимит, ребята? Кто-то там задавал вопросы. Ну и, в общем, просто кому-то интересно, что за лимиты такие. У нас на линии есть лимит. 400 километров в день и все. Вот, 400 проехали и остановимся. Если какое-то короткое расстояние, типа в районе там 200-200-300, то проезжаем половину этой нормы. Так понимаю, растягиваем, растягиваем удовольствие. Платится посуточно. Лучше мы проедем за два дня. Это расстояние, которое мы могли бы за день. Ну где-то, где-то примерно такое вот объяснение у меня есть пока что. Не на всех линиях остались километры. Вот моя программа говорит, потому что перейдем с камерой через тысячу метров. Отлично, отлично. Ну мы едем 90. Разрешенные в Бельгии также 90 километров, если я не живаю. Удалось сегодня, кстати, еще позавтракать на автоходе. Оплачивал паркинг. Дали два тикета по 10 евро. В первый же день, сразу в субботу с утра, съел божественную яичнику. А вчера я сам приготовил. Вчера я сам приготовил. Время было. Сам приготовил в автовозе. Мультиварочкой своей у меня. Мультиварка Redman. RMS03, если я не ошибаюсь. В общем, нормально все приготовил. А вот сегодня с утра остался уже один тикет. Это специально спланировалось, чтобы с утра зайти покушать. С пяти утра уже можно приходить кушать, заказывать. Ну и вот за 9.99 вы получаете божественный яичнику. Три кусочка бекона. Честно говоря, был сильно соленый бекон. Я его не съел, ребята. Не съел. Так и оставил. Кружечка кофе. Ну и там булочка с маслом. И пол булочки кушал. Как-то так, как-то так. Такие примерно у меня завтраки. Знаете, я так чувствую себя хорошо полноценно. Не знаю, в чем прикол. Вот если приготовлю в автовозе яичницу, блин, хочется есть уже через 2-3 часа. А как поешь где-нибудь на автоофис утра, блин, можешь так и не хотеть, и не хотеть нам до обеда практически. Вот какой-то такой интересный моментик с этими завтраками. Повторно себе установил Том-Том с промокодом на месяц. Опять буду пользоваться эти две недельки с промокодом Том-Тома. Бесплатно месяц. Потом опять отменил подписку. Ну такой у меня план, ребята. Вот такой у меня план. Блин, все, думаю, надо купить Том-Том. Нормальный, полноценный навигатор, а не на телефоне заниматься ерундой. Что скажете? Что скажете? Ну, большая проблема. Вот купить что-то такое специализированное. То есть, айфон ты можешь купить везде. А вот, мере, Том-Том, это прям целые костыли какие-то. Да надо, блин, там его где-то искать. Туда-сюда, блин. Ой, ё. Постоянно какие-то головники. Офигеть, какой сильный ветер. Если видно с левой стороны, вам пока не видно, небо немножко засвечивается. Что просто ужас, ужас. Как хитряк крутится. Ошалеть. Вот это ветер. Вот это ветер, господа. Что-то впереди у нас была табличка о том, что впереди какая-то авария. Пока что ничего не видно и пробка, так сказать, не намечается. Но все может извиниться, знаете, в любой момент. Так, вот впереди бочка уходит на съезд. Отлично. Она намешать не будет. Здорово, здорово. Ох, ребята. У нас в асфальте офигеть какие-то следы жесткие. Вау. С правой стороны на обочине. Кто-то, видимо, оттормаживался так неплохо правой стороной. Так, так, так. А вот здесь штаб какой-то у нас. Или здесь справа? Ну ладно. У нас это не касается. Это уже радует. Это уже радует. Думаю, 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 ребята. Ох, нет. Есть впереди пробка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что ж ты будешь делать? Есть проблемка. Есть проблемка. Запускаем том-том, ребята. И он нам... Так. Ничего не, так сказать... Ага. Короче, объездов никаких не предлагает. По правой стороне только есть возможность поехать через туннель. Мы поедем через туннель. Так, ребята. Ну вот, смотрите. Впереди у нас будет небольшая пробочка. Вот вам буду показывать сейчас. Оп. Вот, видите, небольшая пробка у нас есть. А дальше... Дальше у нас... Вот такая неприятная ситуация перед Antwerpenham. Вариант пойти по платному туннелю. Либо же по левой стороне. И так хреново, и так хреново. Блин, вот как у нас прибытие примерно показывает. Тридцать четыре минуты плюса. Ошалеть. Никаких объездов, ребята, нету. Вот это вот уже неприятности. Неприятности. Antwerpenham встречает... Такими вот нюансиками. Самое время выбрал. Надо было выезжать часа в три утра. Тогда бы смело прошел бы здесь все без проблем. Но, как видите, такая вот ерунда. Ерунда. Главное, что едем. Никуда мы от этого не денемся. Никуда мы от этого не денемся. А вот посмотрим, как по навигатору, который у нас идет... Штатный, так сказать, от фирмы. Сиджик, в котором нет онлайн-пробок. Конечно же, он нам по левой стороне предлагает ехать. Вот. Но опять-таки, есть нюансики. Там будут пробки. Там будут пробки. Ну, блин, 16 евро. Разрешили нам менеджер ехать в объезд. Непонятно. Блин, и очень, конечно, грустно, что придется нам постоять. Плюс 33 минуты. Офигеть. Уже впереди видим маячки о том, что какая-то у нас там ситуация напряженная с трафиком. Это очень грустно. Очень грустно. И, как вы могли заметить, видите, что у меня в кадре появились висюльки. Либо же, то, как называют, ламбрикены, шторки. Ну, в общем, вот у нас теперь такое обновление в кабине есть для более интересного уюта создания, так сказать, его. Передали мне на выходных шторы. Полный комплект. Получается ламбрикен на лобовое стекло и две боковые шторы. Все красного цвета, хотя мандарин наш или бешеный апельсин, то кому как больше нравится, в общем, название моего автовода. Так вот, он у меня оранжевого цвета, а шторы красного. Ну, вот тут у меня подсветка красная в салоне, так что, в принципе, нормально. Очень даже ничего. Я-то не вижу, как снаружи. Такого, так сказать, у меня автовоз, кроме как зеркала. Ну, в общем, мне очень нравится. Пока так, короче, даже привыкаю. Есть небольшой моментик с обзором. Типа, как раньше, так высоко, я прям не мог сидеть. Но, с другой стороны, чуть ниже сядь и все окей, все хорошо видишь. Как-то так, как-то так, ребята. Ну, странно, странно. Где эта машина, которая тут что-то случилось, разбилась. Обычно еще пробки и просто из-за ничего бывают. В плане того, что очень часто какая-то маленькая там ситуация. Просто на обочине кто-то стоит на варийках. Но нет, надо же всем проехать, остановиться, сбросить скорость и посмотреть, что там у него происходит. А там человек просто это колесо проколол и все. Вот любят они в Европе вообще так вот устроить сами себе проблему. Ну, невозможно же просто быстро проехать и все. Я был очень сильно удивлен во Франции, когда на встречке, получается, там вот этот лист разбился или упал. Ну, живой был, как бы там свалился просто. Может быть, что-то случилось. Так, очень много там стояло там скорая, полиция, пожарный. Ну, в общем, весь комплект. Даже вот, не помню, вертолет был или нет. Но фишка в том, что трафик шел туда и обратно без проблем. То есть не было пробки. Возможно, это потому, что была суббота, это был обед. Все равно, всем как бы был доломбады. Все ехали на море, все хотели отдохнуть. И мне было интересно вот эта ситуация с мотоциклистом, который упал. Едем 83 километра. Пока что держимся. Ну, и время пробки сокращается. Указывается, что 29 минуток у нас на все про все. Вот 9 минут. Задержка. Но прибытие в 10.51. В 11 часов дня. Ну, нормально, приедем, в принципе. Если там уже все будет хорошо, сразу выгрузимся. Там плюс мои пацаны поехали раньше меня выгружаться. Так вообще хорошо. Еще я наберу, спрошу, что, где, куда. Вообще не придется никак затруднять, так сказать, свое время пребывания. С правой стороны у нас будет еще через 400 метров какой-то автохофф. Где час бесплатно. Всего лишь час бесплатно. Ну, в принципе, сходить в туалет, умыться. 45-ку портануть достаточно времени. Один час в подарок. Один час в подарок. Ну, за мной грузовиков прям я не вижу. Прям не вижу с собой грузовиков вдалеке. А вот я уперся в типа 82 едем и все. Может быть, там впереди его кто-то специально сдерживает. Чтобы создавали проб. А может быть, просто он не хочет ехать быстро. Хотя ограничение 90 километров. Даже Том-Том показывает, что 90 километров на данном участке. Написал менеджеру уточнить момент в плане того, что можем ли мы поехать по платному тоннелю. Он там 16 евро стоит. Я думаю, это будет гораздо быстрее, гораздо быстрее. Если бесплатный тоннель дарнем. Но пока ответа от него еще нет. Возможно, еще не проснулся. Так, ребята, показывают 8 километров 700 метров до конца этой пробки. Обалдеть. А, ну у нас еще соединение двух дорог получается. Что здесь 20 означает? Вот это значение 20. Неподвижный затор. Вообще неподвижный. Бляха-моха. Ну ясно. Чисто до Антверпена вообще вот это все будет стоялого. Полностью. Ой-ой-ой-ой. Как же плохо. 22 километра примерно до вот этого съезда. Показывает. Ну вот видите, я хочу поехать по правой стороне. Вот этой вот правой. Видно-видно вот здесь вот. Через вот этот мостик. Еще и туннель. Ну и вдоль гранита уже пойдем. Чик-чик-чик-чик-чик наверх на брюде. Так. Ну и все это, конечно, очень весело. Но я на механике. Ну как механике. У меня полуавтомат вот этот вот. Интересный. Прикольный интерфейс, конечно. Вот может 43 минуты. Ох ты, елочка, твой раз. Возможно, Том-Том со мной свяжется. И подарит мне навигатор. А я сделал на него обзор. Может быть, скажет. Пошел ты в жопу парень. Скорее-то, какие-то у нас продвижечки. Буквально по 100 метров. Как-то дергаемся, дергаемся. Туда-сюда, туда-сюда. Анферпен 22. Здорово. Блин. Видите, у меня еще это полуавтомат. Просто мне надо сцепление это дергать. Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. До 4-й, до 5-й передачи. И все, скидываем. Встречка хорошо едет. Встречка хорошо. Плотный поток. Все окей. У нас все очень-очень грустно. И по выделенке тоже ездить нельзя. Друзья, смотрите. В общем, Том-Том предложил мне альтернативный маршрут. То есть, чтобы не ехать по вот этой вот платке. Опять предложил по платке. Увидели? Только что он предлагал поехать по националочкам. А сейчас снова предлагаю ехать по автобану. Опять стоять в пробке. Класс. Но до этого я хотел показать, что он меня отправил через, типа, деревню ехать. Я бы лучше поехал по деревням. Пускай там радары, ограничение скорости, но хотя бы не стоять. Опять глухо. 54 минуты задержка. 54, ребята. Прикиньте, ужас какой. Ребята, было принято мною решение все-таки попробовать срезать. Два навигатора почему-то не хотят вести в этом направлении. Но я верю, что, возможно, у нас все получится с вами проехать. Там тоже есть какое-то небольшое затруднение в движении. Но, возможно, у нас выйдет проехать пробку. Возможно. Но не факт. Но не факт. Ага. Тут перекрыто движение показывает. Балерю. Нахожу в себе приключения вечно, ребята. Андрей и Андреева приключения. Может быть, рубрику такую будем вести. Думаю, будет интересно. Постоянная какая-то движуха. Стационарная камера на 500 метров. Еще и камера на 50 километров. С ограничением, точнее, через 500 метров. Но у нас здесь скорость, блин, 10 км в час. Смотрите, но фуры едут. Фуры едут. Значит, если едут, значит, можем двигаться. Надеюсь, я же не один такой отчаянный тип. Ну, почему-то вначале он мне давал сюда вариант поехать. А потом что-то началось, типа, не-не-не-не-не. Не едь сюда, паренек. Очень даже здравствуйте, как говорится. Очень даже здравствуйте. Ой, блин. Достали эти пробки. Достали эти пробки. Мое чутье меня практически не подвело. Нашел я вариантик объезда. Сначала навигатор ругался, разворачивал, разворачивал. Но потом все же предложил альтернативный маршрут. Ну, я, если не согласился. И у нас задержка выходит 8 минут 40 секунд. Гораздо лучше, чем было изначально в проведении часа. Немножко круг дадим такой небольшой. Ну, ничего страшного. Зато хоть будем ехать, кайфовать и не стоять. Блин, этот асфальт, который с прорезами, с такими-то, каждые, там, пятачки, каждые 10 метров, скачешь, как на лошади. Капец. Просто капец. Вам, наверное, видно, как болтает машину. Но если нет, то, поверьте, говорится на слово. Скачу здесь, как на лошади, на лошади. Показывает ориентировочное время прибытия уже в 11 часов. Не в 12, а в 11. Уже радует, уже радует, так говорится. А менеджер так и не ответил. А едем по платному тоннелю или нет? Я думаю, что поедем. Поедем по платному. 16 евро. Через 700 метров на концевой развязке. Не обеднеют. Я на автахов, похоже, блин, тут сколько? В среднем, по-моему, потратил больше 100 евро. За две недели. Нормальное явление, как считаете? Ну, считаю, нормальное явление. Ребята, еще раз привет. Мы находимся с вами в порту Зебрюги на стекляшке. В общем, кто знает, кто знает, где находится стекляшка. Выгрузил 5 машин, жду контроля. Уже где-то минут 40, наверное, никого так и нет. Решил, пока время есть. Уже скинули, кстати, мне следующую точку. Это у нас время, точнее место, где буду отдыхать. Паркинг, сказали, едем в Голландию, там будем, кстати, отдыхать. Но сейчас время есть, и поэтому я решил приготовить овощи с курочкой. То есть замороженные овощи закинул в мультиварку, включил режим тушения. То даже и курочки с замороженной, там, филешечки тоже закинул. Вот будет у меня такой обед. Пока вам говорю, с мужа накатывают слюна. Вот так, вот так, как-то так, ребята. Когда приедет контроль, непонятно, неизвестно. Мы ждем, ждем, еще раз говорю вам, ждем. Снимать в порту нельзя. Везде висят таблички, что нельзя снимать. И даже у меня вот есть вот такая вот карта. Видите? И здесь указано, что нельзя снимать. Вот так вот, видите, нельзя снимать. Поэтому не хочется проблем иметь, поэтому не будем снимать здесь. Хотя как-то здесь я даже снимал, как мы с Лехой грузили автовоз. Ну вот, как-то так, как-то так. Ветер просто сумасшедший. Дует капитально, просто капитально. Что еще делать? Что еще делать? Вот видите, кстати, да, вот мои новые шторы. Хотел вам показать, что у меня есть шторы, но вот они у меня такого плана новые шторы. И такого же формата ламбрекен на этом, на лобовом. Игорек Корсаков здесь также приехал грузиться. Сказал подъехать к нему, потом поболтать. Он только заехал на работу. Мы с ним виделись. Он, кстати, передавал вот эти все ништяки, что мне передали на автовоз. Надо будет с ним постоять, потрындеть, как говорится. Но, но, когда я поеду, непонятно. Потому что ждем, когда контроль машины осмотрит, отметит мне ЦМР-ку, и все. Куда эта девушка делать, куда эта женщина делать, непонятно. Как-то так, как-то так. В общем, стоим, ждем. Что-то будет интересненько. Обязательно включаемся и вам показываем. А вы, ребята, между прочим, поставьте лайк, пропонентируйте это видео. Не забудьте подписаться. Ребята, выехали мы, в общем, с загрузки. И уже подъезжаем к месту нашей стоянки. Мы сейчас находимся уже в Голландии. Получается, за сегодня проехал 440 километров. 32 километра нам поставил менеджер, где мы будем отдыхать до завтра. Получил угловое задание. Сложная загрузка. С такой справится только настоящий профессионал. Итак, нужно будет загрузить 3 BMW 3 серии и 1 BMW X7. Как считаете, нормально? 4 машины. Ха, вообще кайф, ребята. Вообще кайф. Ну, в общем, такой расклад, такой расклад. То есть, получается, мы сегодня устанавливаемся, завтра доезжаем до загрузки, загружаемся и снова отдыхаем. Ну, и потом в два присеста, грубо говоря, будем доезжать снова до выгрузки. Линия BMW очень даже интересная. Очень интересная. Хорошие километражи. И время, как бы, есть отдохнуть. Время есть отдохнуть. Выгрузился, все в порядке, все хорошо. Дэмиджи никаких не нашли. Все поставили подпись, дату. Да и все сказали, езжай, свободен. Ну, как есть, так есть, ребята. Сегодня блинтак уже проехал достаточно. У меня готовые овощи с курицей в мультиварке. Но я еще никак не могу пообедать. Все, еду, еду, еду. Никак не доеду. Не было сегодня никаких пробок в плане, что с фермерами ни в Голландии, ни в Бельгии. Ну, все, вот, в принципе, и закончили. Кстати, я же не рассказал вам, что я очень долго ждал, когда будет контроль на выгрузке. Вот. И позвонил по номеру телефона. Сказал, что на какой линии я нахожусь, что я уже больше часа жду, нет контроля. Приехал какой-то мужичок. Что-то там возникал. То есть, ну, видимо, может быть, я не должен был звонить. Не знаю. Ну, и дальше он машину, когда осмотрел, я говорю, что я жду, типа, уже больше часа. Он говорит, тут, блин, типа, люди по три дня стояли, ждали, которые были заблокированы в Зебрюге, когда фермеры перекрыли автобаны. Так что мой час, это по сравнению с той ситуацией, вообще фигня полная. Мы так посмеялись, поулыбались, и все. Ну, примерно вот такой расклад, ребята. Вот такой расклад. Едем, едем, едем. Скоро на паркинг. Будем уже обедать, отдыхать. Получается, ну, да, около четырех часов закончу смену. И до завтра. Ну, я думаю, пораньше выехать хочу. Примерно мне там будет 400 километров проехать. Может быть, реально там часа в четыре выйду. К девяти, я думаю, уже буду. К девяти, к десяти я уже буду на бедной базе. Загрузимся и встанем уже днем, как бы. И легче будет с паркингом. Ну, самое главное, чтобы сейчас тоже еще, блин, запарковаться. В Голландии такие моментики с паркингами. Интересные, интересные. И все всегда свободно. Как видите, блин, здесь обогонять нельзя. Ну, и, блин, тянемся чуть на чуть 80 километров в час этих несчастных. Сейчас находимся, кстати, в районе Бреда. Возле Бреда я пытался найти какой-нибудь прикольный, типа, паркинг, чтобы там были рядом какие-то магазинчики тоже потягаться, погулять. Ну, так быстрее время проходит. Ну, ничего подобного я не нашел. Ничего подобного я не нашел. Ну, между прочим, хочется уже есть. Уже почти четыре. А мы ничего не ели с утра. А вот как божественный яичный вкус ел, и все. Там яблоки, перекус у меня были. Да и все. Ну, так вот. Хотя можно было бы остановиться и покушать еще раньше, но думаю, ладно, уже дотяну. Встану на паркинг и нормально уже попушу, и не спеша буду балдеть. Включу себе какой-нибудь сериальчик. А, подождите, я смотрю Фишера. Если кто-то смотрел, то ставьте лайкосик. Напишите в комментариях, как он сериал. Такой тоже, типа, детективный, розыски, все дела там, ищут бандита. Пойдет, в общем. На улице, кстати, 12 градусов. Очень даже тепло. На выгрузке видела, ребята, очень-очень старую Scania. Она принадлежит компании Blairs. 124-я Scania. То есть, блин, ну, для Европы 124-я Scania – это вообще, типа, блин, древняя машина. Так можно сказать. Она реально там Евро-4, наверное, Евро-3. Она там 90-х годов, мне кажется. Мне так показалось. Прям одна из там самых первых. Но, конечно, если бы это была моя личная машина, я бы был бы очень счастлив, очень рад, что у меня есть такая машина в парке, как говорится. Но так, конечно, на ней работать очень, мне кажется, непросто. Непросто. Через 900 метров. Везде кругом Евро-6 и вообще солнце этим может. Кстати, что думаете про новую Вольво? Сейчас вот видел презентационный ролик. Снят он так себе, конечно, я бы, мне кажется, даже лучше снял бы. Ну, ладно. Что поделаешь. Ну, и, в общем, что, обогнали они Scania на 10 лошадей. В Scania был 770 – самый мощный мотор. Вот видите, сейчас 780. То есть на 10 лошадей еще и обогнали. Молодцы, молодцы. Ну, какая-то такая сильно слащавая, что ли, как вам, мне кажется. Какая-то немножко слащавая получилась модель. Где брутальность? Где Вольво-то-то брутальность? Не знаю. Ну, ладно. Время меняется, мир меняется. Посмотрим. Привыкнем. И будем еще кричать, что опять самый классный, крутой дизайн. Этики-повороты такие, блин, специально. А, кстати, видите, мусор даже люди выбрасывают. Так вот на повороте не видно. А там вот мусор, это все мусор. Осуждаю таких ребят. Блин, сколько мусора просто вообще. Очень много. И специально на повороте, знаете, кто едет, он не видит, что происходит как бы на повороте у другой машины. Нужно еще передачи включать и с вами разговаривать. Это манипуляции, конечно. На восьмую пониженную пошел. Вот. Короче, насчет такого дизайна, да. Ничего. Кстати, в салоне они, по-моему, ничего не поменяли. То есть, как-то она в салоне стала примерно такой же. Я думал, что-то выдадут прямо еще более бомбическое. Но пока нет. Пока ничего такого не выдали. Не изменили. Может быть, что-то поменяют. Тоже будет что-то супер какое-то интересное. И так вообще обзор было прикольно сделать. Вообще и посмотреть, и обзор сделать, и посидеть самому. Может быть, даже и проехаться тоже было бы. Вообще, даже классно. Но, ребята, не в моей компании. Я вот, видите, на каких здесь езжу? Двух миллионных драгона. Миллион девятьсот двадцать пять. Нормально? Я думаю, нормально. Справимся. Справимся, ребята. Будем ехать, будем ехать. Ух, двадцать километра до финиша. Увидимся, ребята, увидимся. Не переключайтесь. Ребята, в общем, запарковался я. У нас тут целый апокалипсис. Капец. Короче, обычный паркинг. То есть, елка. Вот. Кто-то останавливается на сорок пять. Кто-то остановился, как я, вот, с ночевкой. И большая была проблема, это сначала, чтобы заехать в саму елку. Потому что уезжается кто-то остановился на сорок пятку. И в фастах встал, все заблокировал. То есть, места появились. Заехать ты не можешь. Потому что кто-то делает сорок пятку. Но вот тут проблемы огромные. Сейчас я пока ходил тут в туалет на заправку. Вернулся. Образовалась огромная прям пробка от самого заезда на заправку. То есть, один, получается, хотел заехать. Второй паузу мотает. И тому, и другому надо. И, в общем, как в такой ситуации быть, хрен его знает, ребята. Вот. Манвест поехал, огруженная тойотами. Вот. Все. На сегодня мы отработали, остановились. Будем обедать. Будем балдеть. Да и все. На сегодня все, ребята. У дочери там презентационный ролик нужно сделать. Точнее, они там с супругой отсняли. Все сделали. Скинули мне материалы. Ну, а я буду заниматься сейчас, монтировать ролик там для школы. Какой-то эксперимент они там сделали. Ну, как-то так. Надел, видите, такую нарядную футболочку. Еще товарищ работает в России. И шел на штору работать. И там сосанул его. Где-то он возле Пензы. Там снег, снегопад. Ужас. Он там в гору не может подняться. Там не скидывают материалы. Я, конечно, думаю, нифига себе. Там, конечно, дальнобой так дальнобой там. А так мучаемся. Но там подъем такой. Снег валит. Не могу. Там совсем сзади и спереди меня. Никак не могу здесь смотреть. Сколько снега. А так и едем в гору только. Без этой техники здесь делать нечего. Красавчик, мужик. На тебя весь. Как молодого плавок. У нас дорожки. У них, блядь, блоки были. Но он хоть ножоку дает. Там что-то еще подпускает. Так, 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 что-то еще подпускает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Оселяют, блядь. Осилили уже. Красава, братан! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Выезжай в гости! Почаще! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я думаю, не осилю. А там уже... Вот такая высокая прям гора. Снегом насыпало, а под снегом лед. Ну и все, привет родни. Там Урал его тянет. Новый, правда. Блокировки там какие-то есть. Но он что-то там, блин, электроника все равно не дает до конца. Чтобы тянуть. Короче, старый Урал может потянул бы. Там еще и Кировец его даже тянул на цепях. Нифига не получается. Короче, вызывают они там МЧС куда-то. Вот. А у нас здесь, слава богу, погода хорошая. Трава зеленая. Только ветер сегодня сильный, друзья. Ну а так... Как-то так. Без изменений. Будем сейчас, значит, мы обедать. Считаю, что обед и ужин. Два в одном. 16.05. Вот так вот. Судрица ничего рано не ел. Только на заправке божественную яичинку. Да и все. Ну как-то так. Вот кабина шатает. Блин, как будто на море как будто. На море качка, знаете, такая. Покачивает, покачивает. Ну вот так, ребята. Вот так вот. Ну еще Манвеста, да, запарковался. Молодец мужик. Сейчас встанет. Сейчас встанет. Достанет свою тоже мультиварку. И будет, наверное, кушать. Сейчас все больше и больше ребят с мультиварками начинает работать, ездить. Потому что это гораздо удобнее. То есть сначала, ой, не, ну что-то, не, ой, че. А сейчас все, блин. Мультиварка заменяет. В общем, точнее, не заменяет. Она очень облегчает жизнь. В плане того, что таким кашу, воды доправила, все. И готово. И готово, ребята. И готово. Кстати, я обратил внимание, что в Голландии на заправках пиво не продается. Ну, так интересно. Молодцы. Молодцы. Правильно, нечего. Среди водителей. Какая-то, разлагать общество таким образом. Последний паркинг в Голландии. Открываем страну обязательно. Не забываем. Хотя я уже отвык от этих всех манипуляций с тахографом. Напоминаю, что я не выезжал из Германии больше года. Больше года. Сейчас прям активно начали двигаться. В Бельгию, Голландию. И приходится открывать страну. Очень даже часто. Очень даже часто. Что, двигаемся в сторону загрузки. Загрузка у нас в Бременхафене. Поменялось количество машин. Должен был грузить 4 BMW. Три седана и один X7. Три седана тройки. Вот. И один X7. Но что-то поменялось. И, в общем, едем забирать три седана третьей серии. До границы 4 километра. Ну, там больше паркингов я не видел. Посмотрел по карте. Поэтому пришлось, ребята, пришлось открывать в Голландии. Бремен 148 километров, ребята. Бремен 148 километров. Едем чагирями. И чагирями пока что по 37-й дороге. Ну, а дальше там уже будем националками пробираться. Погода, как видите, сегодня чуть-чуть получше, чем вчера. Вчера у нас был сильный-сильный ветер. Сегодня также ветер есть, но не такой сильный, как вчера. 11 градусов. 11 градусов. 10-20 по времени местному. Трудимся, трудимся. Трудимся, ребята. По километрам сегодня уже проехал 211. Ну, а останется еще 211. О, нифига себе. Я ровно на золотой середине, ребята. 211 проехал и 211 остается. Так что загрузимся и сразу на паркинг. Не знаю, там есть один паркинг с магазинами. Типа Media Market, Aldi, Lidl. То есть, ну, можно будет даже что-то и подзакупить на будущую неделю с продукта. Ну, вот. Такой расклад, ребята. Такой расклад. Пока стартанешь, пока запустишь двигатель. Тут столько ошибок разных, и все нужно сбрасывать. Очень удобно накруить контроль. Ехать как не было в начале круиза, так было вообще капец. Километр нам до границы. Границы Германии и Голландии. Сегодня также, кстати, не было замечено никаких ребят, кто там бастовал, митинговал. Все в порядке. Голландцы вообще, наверное, не выходили на забастовки. Голландцам некогда. Голландцам то цветы, то яблоки, то перцы. Крым нужно постоянно чем-то заниматься, двигаться, двигаться в своем направлении. Аграрии тут, наверное, хорошо, тут развито. Справа березки проезжаем. Очень приятно, очень приятно. Кстати, сегодня, не представляете, кого видел? Видел гусей. Прямо у дороги, вот так вот. Как вот сейчас, вот вы видите, на обочине, возле травы сидели гуси. Блин, штук 6-7. Я просто обалдел. Когда увидел, я не успел телефон достать, заснять этот моментик. Потому что близко впереди идущая машина была. На дистанции следил, метров 10 было. Я пока их увидел, вот они, хоп-хоп, справа и все. То есть живые все, никто не вздох. Все просто вот сидят, балдеют. На травке, вдоль фур. Короче, молодцы. Молодцы, птички. В приблизительное время прибудить я, кстати, в полвторого. Ну, нормально, в принципе. В полвторого приедем. Пока нам дадут задание. Мы еще приготовим обед. Ну и после обеда уже можем ехать смело грузиться. А может, нам сразу, скажем, заезжай. В принципе, там грузится вообще фигня. Но я даже, как вы знаете, планирую что-нибудь подснять. Можно было бы что-то и подснять. Как загрузить три машины, правда, такой. Интересный ролик может получиться, как загрузить три машины. Ну, что-нибудь поснимаем. Что-то вам допокажу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.